приветствую всех подписчиков а также все кто меня смотрит сейчас ребята я нахожусь в иерусалиме почти пол двенадцатого ночи и хочу вам показать ночные улицы ночные дороги иерусалима сегодня погода не очень какая-то дымка наподобие тумана так обычно погода радует на сегодня не очень так движение относительно свободное машин мало да к сожалению не видно домов только дорогу видно же радует зеленый везде ходят люди еще не спят курсируют автобусы вот сейчас видите трамвай едет местный очень красивый смотрите такой современный состоит из двух длинных скажем так поездов с гармошкой а вот парень верующий видите с лировочками идет тоже бедный ходит не спит а вот за ними его жена или девочка просто не замуж не без платочка зеленый так еду без навигатора дорогу почти запомнил так а тут машин довольно много дороги узкие поэтому видите машин много стоит на обочине пропаркованных город потихоньку засыпает вы не представляете что здесь делается днем особенно в часть пик рабочую перевозку вообще иерусалим вот как по мне то очень сложно здесь жить город шумный густонаселенный я считаю все таки это город для верующих людей здесь они приезжают со всех концов мира чтобы здесь жить поэтому я считаю это и в город но никак не для светских людей и зеленый и зелененький так Поворот пролетел, надо будет где-то остановиться и развернуться, да, ну ладно, покатаемся немного, сейчас надо будет развернуться, ай, промазал, все-таки GPS-навигатор надо ставить, потому что он предупреждает, куда ехать. Прямо, где же кольцо, да, я вообще не представляю, как без навигатора можно по Иерусалиму ездить, я промазал поворот и все. Так, ладно, сейчас остановлюсь, включаю навигатор, посмотрю, куда мне ехать, иначе я так далеко заеду. Так, ребята, я пока на секунду остановлюсь. Ну, в общем, ребята, пришлось мне навигатор ставить, чтобы хоть как-то выкрутиться. Ну, все, дальше дорогу я знаю. Ну, как пахнет, где-то, наверное, местная пекарня пахнет булочками, какими-то ванильными. Приятный запах. Люблю проезжать мимо хлебного хлебопекарни. Так, ну все, заезжаю в Иерусалимский лес, Иерусалим Форест. Даша, в принципе, уже будет не очень вам интересно. Темень, это как бы ущелье между горами здесь. Так, ну что, ребята, пишите комментарии, задавайте вопросы, что хотите увидеть. По возможности покажу вам. Так. Ну все, давайте, пока, до встречи.